Не знаю, бывали ли у вас проблемы со снятием макияжа, у меня точно были, особенно со снятием каких-то стойких текстур, матовые жидкие помады сюда, носятся какие-то карандаши стойкие, та же стойкая тушь, в общем-то, иногда бывает, что приходишь вечером поздно домой, и хочется как можно быстрее просто избавиться от макияжа, и в итоге проводишь полчаса в ванной, потому что аккуратно сначала растираешь, придерживаешь, потом пытаешься другими средствами все смыть, и на самом деле больше получается просто кожу мучить у себя на лице, а макияж все равно не хочет удаляться. Это, кстати, очень сильно касается жидких помад, которые я люблю, именно я сейчас говорю о LA Girl Matte Pigment Gloss, я очень много раз уже хвалила эту помаду, и все, кто заказывал, в основном все были довольны, но я получала тоже такие комментарии, что помада как бы их неплохая, но ее просто вообще нереально отмыть, и что там, не знаю, девушки торчат по 20 минут вот так вот, растирая губы, и при этом она все равно держится, и кусками только где-то уходит с губ. Сегодня я хочу вам рассказать, как вообще элементарно удалить любой стойкий макияж, по крайней мере меня эти средства никогда не подводили, и это мои просто огромные фавориты в позднее время суток, когда борешься с желанием лечь спать накрашенной, или все-таки пойти умыться, и это те средства, которые просто за секунду все смывают, и вот я здесь вот привела пример, да, вот есть некоторые такие стойкие текстуры, которые вот что с ними не делай, и как их не три, и как их не размазывай, ну с ними вообще ничего не происходит, ну то есть вот вы видите, да, как я сейчас насилую свою руку, и это, скажем так, плюс, и любой визажист вам в этом скажет, что вот такие вот стойкие текстуры, это вообще классная вещь, потому что на вашем лице макияж также будет держаться отлично, то есть пока вы его не захотите смыть, но все-таки у них есть свой, как бы уникальный подход в плане снятия. Так вот, два средства, которые мои огромные фавориты, первое это MAC Cleanse of Oil, это масло, ну что-то типа гидрофильного масла, но не совсем, это, грубо говоря, такое вот очень жирное маслянистое такое средство, которое вы просто наливаете в руку, немножко растираете между ладонями, и потом легко массажируя вот так вот свое лицо массажными такими движениями, удаляется просто весь макияж полностью, любые водостойкие туши, любые карандаши, любые помады, любые подводки, я не знаю, все просто удаляется, им даже удаляются какие-то, я не знаю, если им сильно хорошо пройтись по, я не знаю, по окрашенным бровям, да, вот окрашенным хной бровям, то тоже это, в принципе, способно их немножко подпортить, это, конечно, минус, но если у вас этого нет, то вы запросто можете им пользоваться. Так вот, MAC Cleanse Oil, да, вот эта жирная пленка такая, как бы сначала вроде как на вашем лице появляется, вы это все разбиваете текстуру вашей косметики, и после того, как вы начинаете умываться, оно не мылится, то есть это не такое, как гидрофильное масло классическое, но оно просто элементарно просто смывается с лица, то есть буквально раз-два, и все, у вас уже как бы это масло абсолютно никак не ощущается на лице. Второй мой огромный фаворит, это двухфазная жидкость для снятия макияжа от Faberlic, это единственное средство, которое у них не щипет глаза, и которое действительно очень быстро удаляет любой макияж, в том числе и какие-то жидкие матовые помады. Тоже очень классное средство, если MAC Cleanse Oil это немножко более дорогое средство, то Faberlic это вообще бюджетно доступное каждому средство, поэтому если первое вам не по карману, или у вас просто негде его купить, то марка Faberlic доступна везде, ее можно заказать и просто как через интернет-магазин у них на сайте, так и у консультанта, если вы знаете каких-то консультантов, в общем-то это абсолютно не проблема. Кстати, единственный минус MAC по сравнению с Faberlic, после MAC может появляться, знаете, такая как пелена перед глазами, временная такая, ну буквально минутку может она длиться, если вот сильно глаза тереть и оно попадает в глаза, то потом после мывания такая немножко как какая-то противная пленка такая перед глазами как будто, но это быстро проходит и как бы у них там написано, что ничего такого страшного в этом нет. И это я вам сейчас рассказала о двух своих фаворитах, но по сути вы можете использовать абсолютно любые двухфазные средства, они работают все приблизительно одинаково, вы можете купить какое-то гидрофильное масло, оно тоже отлично будет смывать такие стойкие текстуры, у корейцев очень много разных гидрофильных масел, поэтому там можно выбрать то, что вам по душе. И на худой конец, если у вас вообще нет желания что-то покупать или заказывать, наверняка у вас дома есть оливковое масло. Оливковое масло это тоже масло, тоже жирная текстура, которая тоже отлично удаляет вот все вот такие вот штучки. Поэтому просто достаточно масла, немножко нанести, растереть, можно даже не на все лицо, а локально, там допустим вот у вас есть стойкая помада, вы ее вот так вот пальцем растерли и после этого смыли. Единственный минус, оливковое масло это не косметическое масло, его труднее будет смыть, то есть оно больше будет, как это, размазываться по вашему лицу, но в то же время вы получите увлажнение, потому что оливковое масло для лица это как бы не самый плохой вариант. Ну вот и все, я надеюсь, что мы с вами разобрались, как снимать стойкий макияж. Если у вас до сих пор еще есть проблемы с тем, что какой-то косметический продукт не хочет уходить с вашего лица, то я думаю это видео вам пригодится. Обязательно поставьте мне палец вверх, если вам это видео понравилось, подписывайтесь на мой канал и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока!